Здравствуйте! Арсений Селезнев Зиробой. Это более длинное видео, чем шортс. Здесь я рассказываю, как легко приморозить, вот даже вот у меня глина. Я раньше примораживал с помощью цементного раствора. Если работаете с цементным раствором, добавляете туда небольшую часть на кончике шпателя гипса строительного и раствор становится крепким, как гипс, быстро схватывается. Можно так прихватить, но в данном случае без гипса. То есть, если вы работаете один, вы спешите, добавляете гипс в ковшике, размешиваете его туда на кончике шпателя. Там немного надо, ну может грамм 50 на литр или даже меньше. Значит, здесь это нижняя поддерживающая сторона и верхняя поддерживающая сторона. Это для того, чтобы вот так вот не отвалилось. Примораживается. Ну, называется примораживается. Прихватить или, в общем, переделать. Правильно говорить, приморозить. Также должна быть опора. Желательно две опоры. Если ставите две опоры, одну с одной стороны, другую, соответственно, с противоположной стороны, выравниваете все это по уровню максимально и примазываете сверху, чтобы именно прилипло к правилу. Правило должно остаться до тех пор, пока все не высохнет. Ну, или, допустим, вот такой вот уровень правила. В общем, все, что у вас есть. Можно даже палки использовать, но лучше всего использовать алюминиевые. Они удобны. Когда снимать, когда уже все закончите, вот тут выравнивать всю поверхность, закончите, высохнет оно все у цементного раствора. Можно по-сырому через два часа постучать сбоку и от вибрации металл отделиться от раствора. У глины надо подождать, пока полностью засохнет. Тогда этот край будет, кромка будет абсолютно ровная. Ну, вот приблизительно как здесь. Здесь я тоже использовал правила, чтобы нанести. И получилась такая ровная кромка. Не везде, конечно, идеальная, но можно сказать, что в основной части свои ровные. Именно постукивание даст то, что начнет отделяться. Наносить желательно сначала шпателем вот в эту часть, чтобы оно прилипло, а затем уже можно спокойно себе работать, без особого давления, конечно же. Желательно это делать, выравнивать угольником. Если у вас есть угольник, ставите его вот так, под углом немножко, потому что прямо вряд ли на такой короткой расстоянии получится. И тогда можете легко выровнять это все угольником. Ну, соответственно, в одну сторону, в другую сторону. И будет ровненькая полочка. Точно так же, как и боковой откос. Основной, основная горизонталь задается уровнем. Ну, или тут провило, если будет стоять. Дальше уже этим инструментом. Ну, и потом все неровности вот так вот провилом проводите, трапециевидным, острым. И там бугорки срезаются. Если остаются ямки, и эти ямки потом можно будет заполнить раствором. Или взять, например, терку, и теркой пройтись. Тоже вариант. Так что делать, в принципе, несложно. Выравнивается очень, становится этот край очень идеальный, такой прямо перфекционистский, можно сказать. И единственное, что там вот эти соприкосновения этой поверхности и вот этой надо будет немножко заполнить швы шпателем. Но это уже для глины, когда подсохнет. Для раствора, который гидравлическое вяжущее, то, когда схватится. Арсений Селезнев-Зировой. Вот такой вот простой способ для одного человека. Если два человека, это еще проще получается. Просто нужно, чтобы один человек подержал какое-то время примороженное. Можно примораживать в нескольких местах, но тогда придется срезать вот эту опорную зуб, вот эту опорную полку. это не очень приятно делать в нескольких местах. Вот так, в принципе, достаточно. Держится и хватит. И главное придерживать. Вначале, когда замазываете, обязательно придерживайте с противоположной стороны. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев-Зировой. Вот такая вот красота будет. Только горизонтально. И это, можно будет сказать, окончание уже этой эпопеи со штукатуркой. Смотрите обновления. Пока.